Уважаемый господин Идзима, уважаемые дамы и господа, весьма рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Прежде всего, хочу выразить признательность за присутствие высоких гостей в вашем лице. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча в городе Токио, в Мировом финансовом центре, положит начало более тесному взаимодействию между Кыргызстаном и Японией. Для меня большая честь выступить перед уважаемой аудиторией ведущих международных инвесторов и финансистов. Ваши компании обладают уникальной историей успеха в своей области, огромными инвестиционными возможностями и значительным потенциалом для инвестиций. Мы признательны за ваши желания и стремления к ознакомлению с инвестиционно-экономическими возможностями, которые предлагает наша страна. Уверен, что сегодняшняя встреча откроет новые перспективы для развития наших бизнес-отношений с партнерами Японии, в частности, с Японской ассоциацией Патогубля с Россией. Кыргызстан – это страна с богатой историей и потенциалом для экономического роста. Мы полностью осознаем важность развития экономики для благосостояния наших граждан и для обеспечения стабильности в регионе. Япония, безусловно, является одним из важных партнеров Кыргызстанской республики. Мы гордимся нашими дружескими отношениями. Одним из крайне буйных камней благоприятного инвестиционного климата является политическая стабильность. Будучи демократической страной, Кыргызстан сели для воинства закона, уважает права человека и стремится в прозрачности управления. Все это дополняется энергичным гражданским обществом. Говоря того, правительство Кыргызстана активно взаимодействует с международным сообществом для поддержания и укрепления нашей политической стабильности, а также развития и реализации целей устойчивого развития ООН. Мы проводим комплексные реформы в фискальной, таможенной и налоговой сферах, направленные на упрошение регулирования, сокращение бюрократии и повышение прозрачности. Я, как глава Кыргызстанской республики, лично возглавляющий исполнитель власти, гарантирую ведение кабинета министра Кыргызстанской республики, предсказуем государственной политики на основе транспортированности и обеспечения равных условий для всех зарубежных инвесторов. Мы активно работаем над упрошением регулирования и созданием всех удобств для комфортного ведения бизнеса в Кыргызстанской республике. Хочу заверить, что Кыргызстанская республика в последние годы делает все необходимое для комфортного ведения и развития бизнеса. К этому вопросу мы подходим комплексно, последовательно, определив перед собой в качестве стратегической цели формирования обновленного благоприятного инвестиционного климата. А правда отметить, что наши торгово-экономические отношения развиваются поступательно. Мы видим положительную динамику двусторонней торговли просто в текущем году. Пока потенциал развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстанской республикой и Японией используется не в полной мере. За январь-июль 2023 года торговый оборот Кыргызстана с Японией составил 145 миллионов долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в четыре раза. То же самое можно отметить о притоке инвестиций из Японии. Объем прямых иностранных инвестиций из Японии в 2022 году составил 7,5 миллионов долларов США, тем самым увеличившись по сравнению с 2021 годом в 11 раз. Кыргызстан обладает значительными природными богатствами, крупными запасами энергетических ресурсов и полезных ископаемых, а также квалифицированной рабочей силой. Сегодня эти аспекты приобретают все большую актуальность. В вопросе сотрудничества с нашими японскими партнерами мы выступаем за более широкое присутствие японского бизнеса и ведущих корпораций Кыргызстан. Мы приветствуем взаимодействия по таким ключевым направлениям, как зеленая экономика, туризм, возобновляемых источников электроэнергии, сельского хозяйства, легкой и обрабатывающей промышленности, сферу услуг, а также горнодобывающей области. Уважаемый господин Гидзима, хочу детально остановиться на сфере цифровизации, которая в настоящее время проникает во все сферы жизни современного человека. Учитывая наличие огромного потенциала в IT-отрасли, в стране действует пилотный проект «Цифровой кочевник», который дает возможность иностранным IT-специалистам выезжать и пребывать на территории Кыргызстанской республики в прошлом порядке. Уверен, что это принесет пользу для создания благоприятных условий и привлечения высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. На мой взгляд, это важнейший в реализации новаторских проектов техно- и науко-емких областей. Мы призываем японские компании обратить внимание на открывающиеся возможности, имеющийся потенциал сотрудничества с Кыргызстанской республикой в области строительства гидроэлектростанций, развития возобновляемых источников энергии, а также проведение совместных научных исследований по данным направлениям. Выше отмеченные сектора для нас являются приоритетными, потому что они имеют конкурентное преимущество в регионе и отвечают целям устойчивого развития. Уважаемые участники, хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в расширении инвестиционного технологического сотрудничества с японскими компаниями, в частности, в привлечении капитала, передового опыта и современных технологических решений, создания, модернизации технологического обновления и активных спер деятельностей. Как Вы отметили, 26-27 ноября 2023 года в Бишкеке планируется проведение крупного бизнес-диалога в ходе визита Вашей делегации в Кыргызстан. Хотелось бы попросить Вас, уважаемый господин Едзима, посодействовать привлечению максимального количества крупных японских предпринимателей на данное мероприятие. В свою очередь, Кыргызская сторона готова ознакомить японский бизнес с перспективными проектами, горно-рудные, в том числе в разработке месторождений с редкоземельными металлами, ознакомить с интересными проектами в сфере возобновляемых источников энергии. Мы готовы быть Вашими надежными партнерами.